7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник в память явления Пресвятой Деви Марии, Благовестника Тайн Божьих, Архангела Гавриила. В Благовещение всегда в среде крестьян почиталось как важнейший праздник года. Покровительство Богоматери распространяется на все работы, которые после Благовещения начинаются в каждом крестьянском дворе, в полях, в огородах. Отсюда и ряд обрядовых действий и запретов этого дня существует по сегодняшний день. Самым главным запретом, конечно же, строгий запрет на какую-либо работу. Сегодня нельзя ни мыться, ни убирать в доме, ни подстригать волосы, ни вязать, ни шить, ну и, конечно же, не сквернословить. В народе говорят, на Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет. На Благовещение и ворон гнезда не свивает. На Благовещение на суровую пряжу никто не глянет. Кукушка осталась без гнезда, потому что завила его на Благовещение. Есть в народе поговорка, как Благовещение проведешь, так и жить будешь целый год. Если в этот день будешь здоров, сыт, одет, с деньгами, с радостью, с весельем, то все это не переведется у тебя в течение года. Так говорит народная мудрость. В народе говорят, если на Благовещение до того, как ты умоешься рано утром, успеешь подать милостыню, то весь год у тебя в доме будет достаток. Плохим залогом всегда было на Благовещение что-либо занимать в долг. Тот, кто на Благовещение что-то отдает с дома, это не обязательно должны быть деньги, это могут быть любые вещи, то, как правило, этот человек отдает покой и здоровье. Залогом того, что дочь выйдет в этом году замуж, было у наших предков присутствие на Благовещении в доме всех членов семьи. И особым запретом было приглашать в этот день в дом посторонних девушек и женщин. А еще наши предки говорили, кто на Благовещение с утра до ночи назовет своего мужа сорок раз словом «милый», весь год у мужа любимый будет. Такими действиями старались сохранить или исправить семейные взаимоотношения. На Благовещение в доме запрещалось всегда мести пол и разводить огонь. Свято чтили запрет на всякую работу в этот день беременные женщины. В этот день пожилые женщины в семье прижигали соль. И эта соль совершает чудеса при исцелении разных болезней. Так считали наши предки. С этой солью обычно пекли бяшки, такие небольшие булочки, которые предназначены для лечения даже домашних животных, не только членов семьи. Говорят, хорошо и спокойно будет в том доме, в котором освещенная соль находится в соломке и стоит на столе или другом открытом месте. На Благовещение нельзя приносить ничего из лесу. В доме заведутся вредители. Также охотники твердо знали, что в этот день даже дотрагиваться до оружия нельзя, иначе в течение года удачи на охоте не видать. На Благовещение запрещается городить заборы, заметать двор или вообще даже трогать землю. Обычно в старину односельчане строго следили за этим, так как считали, что такие нарушения вызовут холодную весну и засушливое лето. В народе говорят, что про сферу и воду, взятую в день Благовещения в церкви, хранить нужно весь год как сильный оберег и средство для лечения домочадцев. Благовещенскую залу с печки берегли всегда для огородов. Ею посыпали капусту и другие огородные растения, когда на них нападали вредители. Примечали, что если на Благовещении курица или гусь несет яйцо, то из него получится какой-нибудь уродец. Вот почему в этот день не сажали курицу или гусыню на яйца. Также на Благовещении нельзя расчесывать волосы, иначе куры будут портить огород. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, чтобы ваши знания были только самыми добрыми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...